Наличные, безналичные, а теперь еще и цифровые. С 15 августа запустили пилотный проект цифрового рубля. Такие деньги хранятся не на банковском счете, а на платформе Банка России. Проценты на цифровые рубли не начисляются, поскольку новая нацвалюта – лишь способ перевода и платежей. Но наличные и безналичные деньги до сих пор остаются в обороте. А каким способом оплаты пользуются саровчане? Безналичкой. А чем это удобно? Удобно. А чем? Не держать в кошельке наличку. Нет. Мне кажется, сейчас уже в основном все безналичкой пользуются. Безналичный расчет. А почему? Ну, это удобнее. А чем? Всем. Ну, что именно? Почему удобно? Почему пользуетесь именно? У меня нет кошелька. Ну, неудобнее безналичный расчет. Мне кажется, всем удобнее уже давно. То есть, потому что нет кошелька и ничего с собой брать не надо? Да, зарплата приходит на безналичку. Неудобно карточкой пользоваться. А чем удобно? Ну, не ждать сдачу, не считать мелочи. Наверное, так. А наличкой совсем не пользуетесь? Или есть какие-то случаи? Нет, все равно есть случаи, когда пользуешься наличкой. А как же? То есть вы в любом случае носите и карточку, и наличку? Немножко налички ношу с собой всегда. Безналом. А почему? Удобней. А чем? Не высыпаются деньги. Не потеряешь кошелек. По безналичке, по карточке. А чем это удобно? Ну, скажем так, всегда по-другому. Не надо кошелек большой носить, еще что-то. То есть мало места занимает. И можно расплатиться в любом магазине. Очень приятно это все. Не надо с собой носить наличные. Получать сдачу, а по карте так оплатил и все. А наличку вообще с собой не носите? Нет, не нашу. Чтобы получить цифровые рубли, нужно открыть кошелек на специальной платформе Центробанка. Сделать это можно через приложение своего банка. Обменять обычные рубли на цифровые и наоборот, и расплатиться цифровыми рублями, можно также с помощью своего приложения. Всю жизнь по безналичке. А карты чем? Пользуюсь. На этот дом всегда нужно иметь деньги. Понимаете? Такие обстоятельства бывают в жизни. Что надо какие-то деньги иметь дома. Я не знаю почему. Мне там набирать, этот код набирать, вставлять, мне это не очень нравится. Не надо в карманках чем-то таскать. Все, в коробочке. А наличку с собой носите? Ну, практически нет. Сто рублей. Вот сейчас в Атоме у нас был прекрасный банкомат. Вот его убрали. Все, теперь, конечно, я вообще просто без наличкой пользуюсь. А наличными деньгами пользуетесь? Вообще носите их в машинке? Обязательно наношу, потому что я езжу на такси, и порой мне нужно рассчитываться именно наличными деньгами. Ну, так и так. Где-то принимают карточки, где-то нет. По обстоятельству. То есть, получается, вы наличку тоже с собой носите? Ну, так. Ну, так. Вот квас можно купить только по наличке. Решение о том, кто сможет пользоваться цифровым рублем, список операций и ограничения по суммам, окончательно утвердят до конца 2024 года. Ну, а пока саровчане больше пользуются безналичным расчетом. Поскольку это удобнее, не нужно брать с собой кошельки или пересчитывать сдачу на кассах.